Десна ТВ А теперь об этих и других событиях подробнее. Детско-юношеский баскетбольный проект «Кэсбаскет» пришел в Десногорск в прошлом году. Его поддержали руководство и профсоюз Смоленской АЭС, а также администрация нашего города. Областной чемпионат завершается в Десногорске. На финальные игры и закрытие чемпионата в наш город приехали баскетболисты из Смоленска, Рославля, Демидова, Ярцева, Духовщины. На церемонии открытия участников приветствовали глава администрации Десногорска Вячеслав Сидунков, заместитель директора атомной станции Анатолий Тирлецкий, начальник главного управления спорта Смоленской области Эдуард Зайничковский. Все они обратились к спортсменам с приветственными словами и пожелали успехов в соревновании. За особый вклад в развитие спорта главное управление благодарственными письмами отметило тренеров и руководителей спортивных организаций Десногорска. Глава администрации города всем преподавателям физкультуры школ города вручил памятные подарки. А руководство Смоленской АЭС грамотами и сувенирами отметило семейные спортивные династии работников станции. Проект «Кэсбаскет» развивается в нашем городе всего год, но уже дает ощутимые результаты в среде детского баскетбола. Детская баскетбольная лига «Кэсбаскет» востребована. Практически две трети субъектов Российской Федерации культивирует. И, наверное, выбирая место, где на Смоленщине будет финальная часть, мы не ошиблись, определившись с Федерацией баскетбола. Именно город Десногорск, город, который в спортивном плане очень прогрессивно развивающийся. Десногорск выгодно отличается развитием детского и взрослого спорта. В этом цель и задача многих организаций города, области и концерна «Росэнергоатом». «С помощью баскетбола, с помощью участников, таких высоких и профессиональных, как Центральный баскетбольный клуб «Динамо», таких, как мощных, как «Росатом», мы можем сделать занятия этим видом спорта на совершенно другом уровне, доступном и для широкого круга наших городских детей. И показать своим примером, как можно и, наверное, нужно развивать спорт в малых городах, в рамках области. Ну и, может быть, мы послужим примером и стране». Участников финальных игр концертными номерами приветствовал театр эстрадной песни «Шанс». Сегодня чемпионат завершился грандиозным баскетбольным шоу. О том, как подвели итоги, мы вам расскажем в следующем выпуске. Первый региональный чемпионат WorldSkills Russia пройдет в Смоленске с 14 по 25 марта. В нем примут участие 72 молодых специалиста из 16 профессиональных образовательных организаций. По итогам чемпионата будет сформирована сборная команда области, которая представит регион на полуфинале национального чемпионата «Молодые профессионалы» в Центральном федеральном округе в апреле этого года. Социальные выплаты в Смоленской области увеличатся. Об этом стало известно на совещании администрации Смоленской области. Губернатор сообщил, что по аналогии с решениями, принятыми на федеральном уровне, все региональные выплаты, которые требуют индексации, в 2016 году с 1 февраля увеличатся на 7%. Несмотря на то, что увеличение уровня индексации потребует дополнительных расходов со стороны регионального бюджета, считаю, что такое решение будет абсолютно справедливым и обоснованным с точки зрения социальной значимости, поскольку главная задача региональной власти – создать комфортные условия для жизни смолян и работать в интересах людей. Смоленская область в 2016 году получит субсидии на развитие сельского хозяйства. Финансовая поддержка будет оказана сразу двум направлениям отрасли – растениеводству и молочному скотоводству. Согласно постановлению правительства, региону выделят более 48 миллионов рублей, 5 миллионов 155 тысяч рублей на поддержку растениеводства, 43 миллиона 544 тысяч рублей на молочное скотоводство. В частности, деньги должны быть потрачены на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства, развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства. С 5 февраля в Смоленской области стартовала акция главного управления МЧС России «Я выбираю МЧС». Как проходит она у нас в городе, вы узнаете из нашего следующего сюжета. Сотрудники МЧС России работают непосредственно со старшеклассниками на профориентационных уроках. Они рассказывают в доступной форме о правилах приема и зачисления в ВУЗы МЧС России, условиях сдачи экзаменов и спортивных нормативов. Предоставляют перечень документов, необходимых для оформления личного дела. Перед выпускными классами стоит сложный выбор в выборе дальнейшей профессии. И сегодня мы попытались рассказать им о плюсах и минусах данной профессии, о перспективах поступления и возможностях дальнейшего трудоустройства. Кроме того, ребята узнают о том, что при отборе кандидатов особое внимание обращается на его деловые качества, профессиональную пригодность, общий образовательный уровень, состояние здоровья и физическую подготовленность. Достаточно интересно было. Я сам собирался поступать в военное. И вот после этого мероприятия, наверное, как один из ряда появился, поступить в учреждение МЧС. В получении данного образования есть свои преимущества – гарантированное трудоустройство, социальные гарантии, достойная стипендия, обеспечение формы и многое другое. 6 февраля в культурно-выставочном центре имени Тенишевых прошли игры четверть финального этапа региональной гуманитарной олимпиады школьников «Умники и умницы» Смоленщины. В играх приняли участие 27 десятиклассников из районов Смоленской области. Данный этап посвятили биографиям знаменитых людей Смоленщины. В результате игр были определены три победителя, которые продолжат борьбу за победу в полуфинале. В полуфинал вышла ярославчанка, учащаяся первой школы Юлия Беляева. Полуфинал олимпиады состоится 14 марта. По информации отдела социальной защиты населения нашего города, в прошлом 2015 году 269 юных десногорцев прошли оздоровление в учреждениях и лагерях Смоленской и Калужской областей. Также наши дети отдыхали на Азовском и Черном море. В наступившем 2016 году отдел соцзащиты предлагает бесплатные путёвки следующим категориям. Детям школьного возраста до 15 лет, нуждающимся в лечении два раза в год, но один раз летом. Детям школьного возраста, находящимся в трудной жизненной ситуации. Детям от 3 до 17 лет, из многодетных и малоимущих семей. Детям-инвалидам в возрасте от 4 до 17 лет. Детям-сиротам школьного возраста, отличникам учёбы, участникам международных, всероссийских, областных, районных, городских олимпиад, конкурсов, соревнований, членам детских и молодёжных объединений и творческих коллективов. Отметим, что детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, путёвки предоставляются три раза в год, но один раз летом. Для получения путёвки можно обращаться в отдел соцзащиты населения или многофункциональный центр и предоставить следующие документы. Заявление, копию паспорта родителя, копию свидетельства о рождении или копию паспорта ребёнка, справку с места жительства ребёнка, документ, подтверждающий принадлежность ребёнка к категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, справку от врача. На сегодняшний день в отделе имеются путёвки в санаторий-профилакторий «Голоёвка» со сроками заезда. Это с 20 февраля на две недели, с 7 марта на две недели, с 22 марта и с 6 апреля 2016 года. Получить консультацию по вопросам оздоровления детей можно в 106 кабинете отдела соцзащиты. Телефон 7-37-07. С 10 по 13 февраля на дорогах Смоленской области сотрудниками госавтоинспекции проводится акция «Чистый знак». Полицейские будут пресекать факт эксплуатации транспортных средств с нечитаемыми регистрационными знаками. Напоминаем, за управление автомобилями с нечитаемыми, нестандартными или неправильно установленными знаками предусмотрен штраф в размере 500 рублей, либо предупреждение. А за управление транспортными средствами без регистрационных знаков штраф в размере 5000 рублей или лишение права управления на срок от 1 до 3 месяцев. А сейчас о криминальной обстановке в регионе. В дежурную часть отдела полиции номер 1 по Смоленску с заявлением об угоне обратился местный житель. Также он пояснил, что неизвестный уже не раз пытался угнать его машину. Чем закончились оперативно-розыскные мероприятия, смотрите в нашем сюжете. Заявитель сообщил, что припарковал свой автомобиль во дворе дома по улице Оршанской. Однако вскоре он пропал. По указанному адресу незамедлительно прибыла опергруппа. В ходе розыскных мероприятий похищенное транспортное средство было обнаружено сгоревшим, недалеко от деревни Макарова Монастырщинского района. Подозреваемого жителя соседней деревни Носково 1994 года рождения ранее судимого за кражу доставили в дежурную часть. Полиция как оказалась? Совершил преступление. Какое, где, когда? 1 февраля украл машину. Какую, где? Пригородная. 2-21-09. А цель какая? Для своих нужд. Вы куда-то хотели до их? Да. А куда конкретно? На встрече. Задержанный признался в содеянном и даже на камеру не отрицал угон машины. В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». Сгоревшее транспортное средство направлено на экспертизу для установления причины возгорания. Как сообщают РИА Новости, фотохудожники Десногорска могут принять участие в международном конкурсе фото-журналистики Андрея Стенина. Прием заявок уже начался на сайте stenin.com.tex.ru с 22 декабря прошлого года и продлится до 22 марта 2016 года. Церемония награждения и открытие выставки состоится 30 августа в Москве. 14 февраля в филармонии Смоленска состоится праздничный концерт «Ах, зачем ты меня целовала», посвященный Дню всех влюбленных. На сцене выступит лауреат международных конкурсов тенор Анатолий Смирнов, который совместно с солисткой Смоленской филармонии Любовью Кашковой и заслуженным артистом России Александром Баудером исполнит русские романсы и песни о любви. Начало концерта в 18.00. А в городском центре досуга нашего города 14 февраля ждут десногорскую молодежь на дискотеку, посвященную празднованию Дня всех влюбленных Валентинка. Начало в 19.00. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disna-tv.ru. Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин